Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите новости на телеканале ТДК-42. В студии работают Сергей Уланов и Иша Киреева. И перед выпуском вы узнаете о главных событиях этого дня. Министр обороны и аэрокосмической промышленности Бейбут Атамкулов назвал причину неполадок в работе спутника Кассат-2. Из-за всплеска на солнце мы чуть не потеряли спутник, сказал он в ходе правительственного часа в Можелесе парламента. Сегодня с железнодорожного вокзала Уральска отправился первый состав дополнительного поезда Уральска-Астана с подробностями Роман Копняев. Жуткая авария произошла на трассе Уральска-Ксай, в результате чего погибло 4 человека. Министр обороны и аэрокосмической промышленности Бейбут Атамкулов назвал причину неполадок в работе спутника Кассат-2. Из-за всплеска на солнце мы чуть не потеряли спутник, сказал он в ходе правительственного часа в Можелесе. Напомним, нештатная ситуация с космическим аппаратом Кассат-2 произошла 31 марта. Вместе с тем министр развеял домыслы о кибератаке. Кибератаки не могут повлиять на систему управления в связи с тем, что она не подключена к интернету, пояснил Бейбут Атамкулов. Вообще, в создании нашей системы космической связи с самого начала доминирующую роль играла политика. Как известно, идея стать космической державой активно муссировалась в середине нулевых, когда нефть была дорогой, шальных денег в стране было много. Вот на этой бурной волне и возник проект с Кассатами. Когда стали мониторить, выяснилось, что большой спутник связи нам не нужен. В стране нет столько операторов космической связи, это и телевидение, и телефонии. Но как же быть с правительственной связью? Это ведь национальная безопасность, которую нельзя давать на откуп каким-то зарубежным дядям. Решено было строить маленький компактный спутник. Но, как выяснилось, мы до сих пор пользуемся чужими технологиями. При наличии собственных спутников, к сожалению, до сих пор мы пользуемся иностранными технологиями, узнаем прогноз погоды, пользуемся такими программными продуктами, как Яндекс.Карты, Гугл.Карты и так далее. Действительно, замечание было в адрес вообще софтверной промышленности. Сегодня наше министерство как раз начинает работу по возрождению софтверной промышленности. Депутаты вспомнили и то, что ранее Казахстан просто потерял дорогостоящий спутник Кассат. Шум в стране был тогда грандиозный. Потерянные деньги, 65 миллионов долларов, которые были потрачены на создание спутника, вроде бы покрыли страховые компании. Потом чуть не потерялся второй, Кассат-2. И хотя штатная работа этого спутника восстановлена, это является тревожным сигналом. И главный вопрос, не повторится ли сбой, как это было с Кассат-1. Ведь все государства в первую очередь стараются делать независимую связь, поскольку связь это нервная система управления государством. Когда она переходит в другие руки, рушится все. Но, как выяснилось, отдача от спутников тоже небольшая. Комитету по чрезвычайным ситуациям регулярно предоставляются космические снимки для мониторинга паводковой ситуации. Однако, как мы видим на практике, паводки нас ежегодно застают врасплох, и мы несем колоссальный ущерб. Действительно, космический мониторинг, начиная с зимнего периода, передается данным министерствам не только нам, но, прежде всего, передается подразделениям службы КАЗ-Гидромет, на основе которого они делают анализ и прогноз возможной паводки обстановки. Поэтому мы оперируем уже теми сведениями, которые получаем от КАЗ-Гидромет по расходам воды, по запасам воды, которые у нас образуются. Вы знаете, по паводкам я, конечно, хотел бы сразу сказать. Необходимо немножко зерна отплевел, нужно различать. То есть, наш орган является уполномоченным по ДЗЗ. То есть, мы предоставляем снимки, дешифрованные снимки. А дальше действия по ним, то есть, все это проводят другие уполномоченные органы, которые отвечают за это. В общем, пока Казахстан не располагает большими космическими технологиями и промышленностью, однако упорно претендует на статус страны с космическим потенциалом. Боржан Шайхмед, Ганзат Успанов, телеканал ТДК-42 из Астаны. Чем Казахстан может привлечь туристов из Китая? Об этом рассуждали на пресс-завтраке в Национальной палате предпринимателей Атамикен. Ряд экспертов указывают, что одним из барьеров для привлечения туристов из Китая является нехватка гидов, владеющих китайским языком. Но эта проблема в последнее время активнее решается властями республики. Была запущена программа China Friendly, ориентированная на адаптацию мест посещения, размещение общественного питания под китайского туриста. Китайские туристы очень любят шоппинг, поэтому необходимо развивать рынок сувениров, исторических изделий и национальных украшений. Это принесет экономике принимающего государства большую прибыль. Уверены эксперты. Еще 20 лет назад люди считали, что туризм – это лишь развлечение. 10 лет назад поняли, что на этом можно построить экономику. Теперь в рамках Экспо Казахстан включился в борьбу за туристов из Китая. Только представьте, в прошлом году за рубеж выехало 120 миллионов китайцев с туристической целью, потратив при этом более 200 миллиардов долларов. На туризме в Казахстане заработают все, начиная от гостиниц и ресторанов, заканчивая переводчиками, арендой транспорта и продажей сувениров. Ожидается, что на Экспо к нам приедут полмиллиона китайцев. Но пока туристы из Поднебесной вынуждены стоять в очереди, вместе с мигрантами из Центральной Азии. «Онлайн это делается, как во всех цивилизованных странах, через гостиницу. То есть гостиница должна его зарегистрировать. Но бывает, что портал подвисает или просто висит, или просто не работает. Это создает бешеное неудобство. То есть гость должен идти в отделение миграционной полиции. Там стоять в очереди совместно с нашими гостями, с мигрантами и так далее. Это неудобно». За привлечение китайских туристов сражается весь мир. Они многочисленны, крайне состоятельны и пока не слишком привередливы в плане эксклюзивности отдыха. Требования, которые выдвигаются к объектам Chinese-friendly, варьируются. Но главное – это китайская версия сайтов для туристов, а также все информационные материалы – от меню в ресторане до навигации в музее, переведенные на китайский язык. Кроме того, нужен персонал, говорящий на китайском, или возможность быстро подключить переводчика. А в гостиницах должны быть Wi-Fi, горячая вода, адаптированные розетки и опять же вся необходимая информация на китайском языке. «Они не понимают нашу письменность, им нужно, чтобы были какие-то иероглифы и так далее. Есть вопросы гидов, сейчас мы отрабатываем, у нас все-таки, наверное, даже проще, потому что у нас есть уралманы. То есть уралманы помогают в этом плане, помогают студенты, которые обучались в Шанхае, в Пекине, они тоже подрабатывают в качестве гидов. Есть уже определенное количество компаний, которые работают с китайскими группами, там работают этнические китайцы». Для китайских туристов нужно создать условия. То, что нравится европейцам, может не понравиться китайцам. Как известно, китайцы очень азартный народ, поэтому в качестве предложения и горный бизнес. Дело в том, что в континентальном Китае казино запрещены и выведены на территорию Макао, до которого добираться из тех же западных регионов долго и дорого. У нас автобусы с китайскими игроками уже регулярно посещают Кавшагайские казино. Однако на поток дело еще не поставлено. Оформлять лицензию призывают перевозчиков, сотрудники управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Лицензия выдается на разовые и неоднократные перевозки групп детей, работников учреждений за территорию области. Если в 2016 году было выдано всего две лицензии, то в текущем году количество услугополучателей увеличилось. В текущем году за пять месяцев удостоверение получили пять физических лиц. При этом восьмерым было отказано из-за несоответствия нормам и нехватки необходимых документов. За несвоевременное приобретение лицензии перевозчикам грозит административное наказание. Во всех случаях отказались в связи с неполнотой прилагаемых документов по аквалифационным требованиям согласно стандарту, который состоит из семи пунктов. Если не хватает хоть один документ, мы вынуждены отказать. Мы готовы оказать консультацию всем желающим, которые хотят получить лицензию в рабочее время по адресу улица Хамедачурина, 116, кабинет 218 или по телефону 519263. Сегодня с железнодорожного вокзала Уральска отправился первый состав дополнительного поезда «Уральск-Астана». Он призван устранить дефицит мест в железнодорожном транспорте во время проведения специализированной международной выставки Экспо-2017. Пассажиров до столицы провожали и наши корреспонденты. Как отметил начальник вокзала, КР Булат Гайнедин была проделана большая организационная работа. Сейчас пассажиров на входе в вокзал и на перрон досматривают сотрудники военизированной железнодорожной охраны. Все делается ради безопасности пассажиров. Будет она курсировать по нечетным числам в течение трех месяцев. Пока во время нашей экспо-международной выставки Экспо-2017 год. На сегодняшний день мы в здании железнодорожного вокзала создали силу условий, которые могут пассажиры беспрепятственно проходить через досмотровую службу. Гульжу Мендебаев едет в Астану лечиться. Женщина говорит, что хочет посетить мероприятие выставки Экспо-2017, если ей представится такая возможность. Сел в поезд на Астану. Он отправляется сегодня первый раз. Первый день. Все хорошо, все чисто. Мы довольны. Стоимость билета в купейный вагон составляет чуть больше 12 тысяч тенге. Время в пути сокращено за счет уменьшения количества остановок. Всех граждан, желающих выехать на станцию Астана, добро пожаловать. Мы, с своей стороны, обеспечим безопасность движения и доставку пассажиров в срок до местного значения. Стоит отметить, что ранее заявлялось, что гостями Всемирной выставки Экспо-2017 могут стать порядка 65 тысяч западноказахстанцев. Стоимость билета на новый поезд составляет 12 тысяч тенге. Уже через 38 часов состав прибудет на новый вокзал Астаны-Нурлыжол. Роман Копняев, Мохаммед Консултанов, Александр Грабарев, ТДК-42. Далее в выпуске мы представим вашему вниманию не менее интересные события в специальном видеообзоре. В Алматы перевернулась карета скорой помощи с двухлетним ребенком и фельдшером. Скорая помощь двигалась на восток и заехала на перекресток с улицы на красный сигнал светофора. Скорее всего, с проблесковыми маячками. Потому что на борту скорой находился ребенок 2015 года рождения. В этот момент по улице поднимался легковой автомобиль. Произошло столкновение, в результате которого автомобиль скорой помощи опрокинулся, сообщил официальный представитель городского ДВД Салтанат Азербек. Помимо ребенка в машине находился фельдшер, который также получил травмы. И пострадавших доставили в медучреждение. Как уточнили в правоохранительных органах, данный факт принят в производство сотрудниками административной полиции УВД Бустандыкского района. Алматинцы требуют у администрации местного зверинца новые вольеры для гималайских и тяньшанских медведей. Как известно, на днях новое жилье подарили белому медведю и носорогам. Однако горожан возмутило то, что вниманием были обделены другие медведи. На возмущение активных алматинцев отреагировал сам директор зоопарка. Контраст получился. Красивый современный дом белого медведя, ржавые тесные клетки других мишек. Почему гуруи в ужасных условиях живут, спрашивают люди, написал директор алматинского зоопарка Ержан Еркинбаев на своей странице в Инстаграм. Напомним, белому медведю по кличке Алькор построили новый вольер. Новое жилище укомплектовано согласно необходимым требованиям для содержания белого медведя. По всем принятым нормам в вольере есть комната с охлаждением, натуральный газон, а также новый бассейн с автоматически охлаждающейся водой. Новый дом белого медведя по сравнению со старым вольером был увеличен в размерах почти в три раза. Пожар на площади в 40 квадратных метров произошел в Уральске. На его ликвидацию было задействовано 4 единицы спецтехники и 15 человек личного состава. Пожар возник по адресу улица 345-й километр, дом 10, квартира 2, примерно в 11 часов. Огнем были охвачена хозяйственная постройка, строительные материалы и частично кровля одноэтажного жилого дома. На место происшествия сразу же прибыли пожарные, которые ликвидировали пожар примерно за 50 минут. В тушении пожара принимали участие 4 единицы техники, 15 человек личного состава. В 11 часов 46 минут пожар был ликвидирован. Причина пожара, ущерб и виновные лица устанавливаются. Трасса смерти. В Западно-Казахстанской области автоавария унесла жизни 4-х человек. ДТП произошло на дороге Уральск-Оксай. Два минивэна марки «Фольксваген Шаран» не поделили между собой узкую дорогу. В результате одна из машин выехала на встречную полосу. Как результат – покорежные автомобили и людские судьбы. Наш корреспондент Роман Копняев выяснял подробности страшной трагедии. Эти кадры были сняты на сотовый телефон сразу же после аварии. 2 июня около 7 часов вечера неподалеку от поселка Долинный автомобиль «Фольксваген Шаран» красного цвета выехал на встречную полосу. Водитель машины погиб на месте ДТП. Один из водителей Шарана, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу в встречном движении и допустил столкновение, свежущееся во встречном направлении автомашины. Материал зарегистрирован в РДР по статье 345, частью 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Сейчас ведется расследование. На место аварии прибыли несколько машин скорой помощи. В результате ДТП погибли 20-летняя девушка и женщина 37 лет. 11 человек доставлены в близлежащие клиники. Двое были доставлены в Федоровку, остальные были доставлены в Аксай. В Федоровке, также в реанимационном отделении, к сожалению, скончался один пациент. А в Аксай одному больному была выполнена операция по травме живота, тяжелая травма живота, внутрибышные кровотечения. В субботу были переведены 5 пациентов с различными травмами, скелетными травмами, уши в городскую больницу. На данный момент их состояние различное, соответствует перенесению травмы, но они выведены из шока и получают дальнейшее лечение. Предстоит еще впереди, да, впереди предстоит еще операции. На железнодорожном вокзале Уральска шараны продолжают поджидать пассажиров. Стоимость двухчасовой поездки составляет 900 тенге. На рейсовом микроавтобусе можно доехать за 600 тенге. Но люди, экономя минуты, рискуют жизнью. Надо быть всегда на дороге осторожным. Трасса какая? Трасса очень плохая. Там почти нет таких. Больше 70 там уже не появится. Хотели же ее отремонтировать? Ну, хотели, не делают, но что мы можем поделать? Мы ради людей работаем. Возможная причина там в том, что дыры. Асфальт очень плохого качества. Очень много дыр. И машина начинает вилять друг против друга. Уходить навстречу, выезжать. Скоростной режим соблюдается, но не во всех, конечно. Он не учел, наверное, там поворот был и яма была. Как раз вот на этом промежутке. За пять месяцев этого года в области зарегистрировано 124 дорожно-транспортных происшествия. В них погибли 17 человек и еще 150. Получили ранения. Роман Копняев, Нурлан Кунашев, Александр Грабарев, ТДК-42. Благоустройство дворовых территорий – это один из самых проблемных вопросов в Уральске. Сказать, что каждый второй двор в городе нуждается в ремонте, конечно, нельзя. И все-таки этот вопрос требует к себе пристального внимания. Какое-то время назад про благоустройство дворов пришлось забыть. Финансирования не было, объяснили коммунальщики. Однако в текущем году работы снова начались. Привести в порядок в этом году планируют 20 дворов. Три из них являются переходящими с 2016 года. Благоустроить больше дворов разом не получается из-за ограничения средств. В общем, с местного бюджета на благоустройство 20 дворовых территорий выделено около 500 миллионов тенге. По проекту предусмотрено устройство подъездных путей, ремонт асфальтов покрытия, устройство скамейки и урн. Не предусмотрены лишь детские площадки. С ними, говорят коммунальщики, благоустройство двора обходится дороже. Поэтому, чтобы привести как можно больше придомовых территорий в порядок, было принято решение не включать в ПСД детские площадки. А ведь именно их так не хватает практически в каждом дворе. Нету лавочек у нас во дворе. Если нам их поставят, то нам их почему-то выдергивают все. Не посидеть с детьми, не выйти, ничего. Площадка у нас в ужасном состоянии, я считаю. Качели ни одной нету. Было две качели, нет ничего. Я не знаю, надо благоустраиваться. А мы ходим на те площадки, пицца нет, хоть песок завезли. Фонтаны есть, хоть песок туда хотя бы завезли. Куда водить детей? Не знаю, вот лето началось, куда водить. На сегодняшний день уже ведутся работы по благоустройству в шести дворах. В остальных проводят демонтаж. В управлении здравоохранения сообщили, что после открытия новой городской многопрофильной больницы график работы травмпункта изменился. Теперь экстренных пациентов медики принимают в двух местах – городской больнице и областной клинической. Пациентам стоит обратить внимание на нововведение, чтобы получить качественную и своевременную медицинскую помощь. Областная клиническая больница принимает вторник, среда, пятница и воскресенье. Понедельник, четверг, суббота прием экстренных пациентов проводится в городской больнице. Но при тяжелых травмах мы можем тоже принимать таких пациентов. То есть по кодексу системы здравоохранения любой пациент может обратиться в близ находящуюся клинику. Бумажные салфетки, пластиковые бутылки, старое дерево и лоскутки кожи. Ученики городских и районных школ смогли доказать, что эти простые материалы смогут стать основой для настоящих шедевров искусства. Ребята приняли участие в фестивале «Планета цветов», посвященном Всемирному дню охраны окружающей среды. Фестиваль прошел по четырем номинациям. Условия мероприятия были таковы, что его участники должны были показать красоту природы, практически не используя живые растения. Судя по готовым работам в виде интересных подделок, сувениров и костюмов, ребятам это вполне удалось. Стоит отметить, что в текущем году фестиваль цветов посвятили грядущей выставке «Экспо». Новшество – это у нас конкурс рисунков. Проводится первый раз там на природе. То есть конкурс этот будет пропагандировать о роли растения на нашей планете. 4 июня 1992 года были впервые утверждены новые государственные символы независимого Казахстана. Этот день навсегда останется в истории страны как день рождения новой государственной символики. Ежегодно в этот день страна отмечает День государственных символов Республики Казахстан. В честь этого знаменательного дня в воинской части 55-17 состоялся торжественный марш. Также в мероприятии приняли участие представители военной прокуратуры, политической партии и ресурсного центра по работе с молодежью. Здесь есть старшие поколения, офицеры в запасах, ветераны. Мы молодежь от имени Управления по вопросу молодежной политики пришли поздравить наших офицеров молодых, солдатов молодых с этим знаменателем для всех казахстанцев праздника. Лето не спешит вступать в свои права. Западно-казахстанский регион атакует дожди, грозы и сильные ветра. Жители города уже начали иронизировать по этому поводу. Но синоптики пока ничем порадовать не могут. Температура воздуха находится в приемлемых границах. Кстати, в 2006 году, 5 июня, был зарегистрирован температурный рекорд. Это 37 градусов жары. Но в 1917 году было всего полтора градуса выше нуля. В ближайшие дни ожидаются краткоременные дожди, грозы, ветер западный, умеренный. Температура ночью 8-13, днем 20-25 градусов тепла. Уважаемые телезрители, на этом наш выпуск подошел к концу. А я напоминаю, что этот и другие выпуски новостей вы можете посмотреть на нашем электронном сайте. www.tdk42.kz Всего вам доброго и удачной недели! Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok